Здравствуйте, товарищи, господа и дамы! Сегодня вторая микролекция у нас на тему технологии народовластия. В прошлой микролекции мы с вами разобрали основные понятия народовластия, зачем вообще существует народовластия, почему не демократия и так далее. Если кто не посмотрел, посмотрите, есть короткая версия на 11 буквально минут. Примерно так мы и поступим сейчас. Коротко я изложу новую тему лекции в течение буквально минут десяти, а потом мы с вами обсудим. А вот эти 10 минут мы отрежем и поместим отдельным роликом. Итак, сегодня тема «Ветви власти. Роли и значения избирком в системе народовластия». По поводу ветвей власти. Существует некое такое примитивное достаточно мнение, что существует три основные ветви власти. Это вам расскажет любой профессор высшей школы экономики и даже Екатерина Шульман. Что есть три ветви власти – исполнительная, законодательная и судебная. Ну, немножко и по-разному можно называть, но смысл такой. И все туда входит. Понятно, что законодательная – это дума у нас, ну, если высший орган брать, да. Судебная власть – это суды всех инстанций, высшие, верховные и невысшие, они у нас независимы. И исполнительная власть – это, прежде всего, премьер-министр с кабинетом министров, с бюджетом и, так сказать, распоряжением этим бюджетом. Немножко отдельно стоит президент, его никак никуда всунуть невозможно. Ну, президент – это такая фигура, типа, остатки от царя, да, вешалка от царя. Ну, я не знаю, да, ну, там есть шапка Мономаха, там всякие вещи, символы, их надо на кого-то надеть. Поэтому во многих странах существует президент, а в демократической системе он, в принципе, особо не нужен, да. Ну, и многие прекрасно обходятся с премьер-министрами. Ну, вот, есть такая особенность. Это вообще не пришей к пизде рукав, извиняюсь за мой французский. Но в основном считается три ветви власти, и, значит, иногда немножко с иронией говорят о четвертой власти, о средствах массовой информации, как о некой четвертой власти. Может, и без иронии. Ну, имеется в виду, что это власть, средства массовой информации явно неформальная. А вот три ветви власти, которые мы перечислили, у них есть формальные, вполне законные основания для их власти, да. Так вот, это уже давным-давно не так, что есть только существуют три ветви, и мы с вами убедимся в том, что это не так именно. Мы возьмем, для примера, несколько, ну, скажем, ветвей, которые тоже являются ветвями власти, но не относятся ни к одной из существующих. Ну, например, прокурор. Слышали вы много раз, есть такая должность, да, прокурор. Что такое прокуратура и что такое прокурор? По смыслу своего существования прокурор осуществляет государственный надзор за законностью. Какой ветви власти он относится? К исполнительной? Он ничего не исполняет. Весь его бюджет, это получка, ну, и ему, грубо говоря, из кабинета министров приходят, вернее, из Центробанка, да, приходят деньги, и он их расходует. Не его задача строить дороги, дома, устраивать жизнь государства каким-то определенным образом. Его задача надзирать. Что-то правильно делается или неправильно? Он не подчиняется исполнительным структурам. Он не подчиняется судебным структурам. Он в суде выступает, можно сказать, но это судебная власть. Нет, не судебная, он не является судом. И суд не только, как сказать, для прокурора место приложения его сил. Да, он выступает в суде в качестве общественного обвинителя. Но на самом деле он от народа, от демоса, да, осуществляет контроль за законностью, за соответствие тому, чтобы ветви власти именно законно исполняли свои обязанности. Судебная власть, законодательная власть и, соответственно, исполнительная власть. Вот что такое прокурор. Он сбоку, он уже вообще не попадает ни в одну ветвь. Ну вот, допустим, Центробанк, тоже известная структура, да, он к какой ветви относится? Ну, вот кто-то сейчас сказал к исполнительной, да ни хрена. Он, эта вещь вообще самостоятельная. Вот он власть, конечно, власть. Ну, для всей финансовой системы он, безусловно, ветвь власти. Понимаете, мимо него не может ни премьер-министр пройти, ни президент, никто. Все в руках Центробанка. Все счета в руках Центробанка, потому что счета банков в руках Центробанка. Потому что налого-счетах, он лого-счетами контролирует все действия нижних банков, да? Все счета банков всех у него. И он может по щелчку пальца отключить любой банк. Именно по щелчку. Не надо там закрывать, выдавать постановление или что. Его просто закрывает этот счет, и они не могут между собой. Потому что если он в Центробанке не представлен, то он не представлен нигде. Понимаете, этот банк? Он уже вне закона. Если у него верхнего счета нет в Центробанке. И Центробанк назначает председателей правления. Независимо, частный это банк, государственный, все равно. Председатель правления и заместитель председателя правления, это креатура Центробанка. Вы создадите банк и скажете, хочу назначить Иванова Петра Петровича. Вот он хороший чувак, сейчас он будет председателем. Хрен там. Там Центробанк должен утвердить его кандидатуру. Там у него какие-то есть требования, и то он может не утвердить, даже если все требования соблюдаются. Так что это не так просто. И ясно, что даже и президенту он не подчиняется Центробанк. Да, президент там представляет фигуру, но уж когда назначили, он скорее больше зависит от Евробанка и ФРС, от международных систем. Ну, просто он зависит методологически, он зависит алгоритмами взаимодействия. Он вынужден действовать именно таким форматом, такой форматом, как компьютер. Вы можете подключиться к сети, к интернету, но для этого у вас должна программа подключения стоять. Для этого протокол у вас ЦП и П должен быть внутри компьютера. Если его у вас нет, вы хоть во все розетки тыкаетесь, вы ничего не поймете. И он ничего не узнает, и вы ничего не увидите в этом интернете. Поэтому так же и здесь. Он скорее такой протокол, и он давляет над всеми, над всеми финансами. И естественно, эта власть и отдельная власть, безусловно отдельная, она не подчиняется никому в своей деятельности. И не является ни исполнительной, ни законодательной, ни судебной. Это финансовая власть, если хотите, назовите. Совершенно отдельно. Можно много примеров привести. Например, тот же, ну вот, счетная палата. Многие слышали, но хрен кто разбирается, да, мало кто разбирает. Что такое счетная палата? Что она делает? Ну, примерно то же, что прокуратура, только в области бюджетных средств. То есть, как расходуются бюджетные средства? Вот, допустим, выделено бюджетных средств на такой-то такой, там, построить школу, квартиру, там, дома, детские сады. Или там, космодром, да, звездный. И счетная палата на государственном уровне, она ни от кого не зависит. Ну да, понятно, там, назначает кто-то, но она ни от кого не зависит. Она сама проводит расследование и сама привлекает тех людей. Да, она не может тюрьму посадить, осудить не может, арестовать не может. Для этого есть другие структуры. Но если бюджетные средства расходуются неправильно, она вправе ее пресечь, и это власть. Раньше он назывался народный контроль, да? То есть, это даже и выделялось как отдельный ветвь власти. Она не принадлежала ни исполнительной, ни законодательной, ни судебной. И, кстати, если брать, например, Советский Союз, да, и советские времена, и многие страны в другом мире, что такой партия была коммунистическая? Была ли она властью? Да, боже же мой! Конечно же была! Она была верховной властью. Какой ветви власти относилась коммунистическая партия? Исполнительной? Нет. Исполкомы были для этого. Законодательной? Нет. Суды были для этого. То есть, это Верховный Совет, да, законодатель. А судебную? Нет, конечно, для этого были суды и народные заседатели. Так какую власть осуществляла эта самая партия? Идеологическую. Самую главную. Какая-то ветвь власти? Другая. Понятно вам, да? Понятно, в чем Екатерина Шульман не права и не будет никогда права. Вы видите это воочию. Нельзя свести все к трем. Но для нас это какое значение играет? Для нас это играет достаточно большое значение. Если мы говорим об установлении народа власти, мы должны понимать. Вот понимаете, многие смотрят так. Надо попасть в одну из трех ветвей власти, и тогда ты что-то сдвинешь. На самом деле в голове у многих тех, кто занимается народом власти, у лидеров, у Мальцева конкретно, да, есть парламент, есть выборные какие-то вещи, и надо туда попасть. Не надо. В том-то и фишка. Не надо. Вот демократия это неким образом ствол такой, да, из которого растут ветки. Вот эти ветки власти, а на них листья еще какие-то растут власти и так далее, и так далее. Вот из этого ствола можно отрастить любую ветку, и мичуринским способом привить любую ветку, и это будет власть. Понимаете? Эти ветви создаются просто даже субъективно во многом. Ну вот взяли Росгвардию из внутренних войск создали. Ну понятно, что она была, но все-таки уже другая. Или как нам всем показал это Кузькину мать этот Шойгу, да? Он из пустоты, из пальца левой ноги высосал министерство чрезвычайных ситуаций. Высосал. Нет такого министерства нигде. Только у нас есть имя не Шойгу. Потому что оно само по себе дурацкое название. Если это с ситуацией чрезвычайная, как вы ее можете запланировать? Был комитет по чрезвычайным ситуациям, который собирался, когда происходил чрезвычайная ситуация, и координировал действия различных министерств и ведомств. Он создал, блядь, целое министерство. Зачем? Под себя. Тупо под себя. Если бы он сидел на другом месте, было бы другое министерство. Вот чем бы он ни занимался, табуретками занимался, было бы министерство табуреточной промышленности. И доказали бы вам, что так оно и надо, конечно, без министерства табуретки нельзя существовать. МЧС. Ебануться. И люди еще смотрят, и так, я извиняюсь за мой французский, я отвлекаюсь на всяких негодяев. У нас лекция. Я уже немножко перебрал, да? Ну, собственно, основную мысль я изложил. И вот мы подходим к той части, что же себя представляет избирком, избирательная комиссия, вот эта система. Это тоже отдельный ветвь власти. Нам пытаются, как бы, внушить, что она, ну там, где-то, там, Дума, президенты ее назначили. В общем, какой-то общественный совет при президенте, то ли при Думе. Пять человек из пятнадцати назначает Дума, пять человек из пятнадцати Совет Федерации, и пять человек назначает президент. Мы видим, что все назначенные являются назначенцами победителей. В выборах победителей. То есть, понимаете, и следом идет все то, что надо. Следующие выборы считают победители. Как говорил Сталин, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Так вот, основная задача народа власти – организовать дело так, чтобы посчитали так, как проголосовали. Один в один. Тютелька в тютельку. Вот это основная задача народа власти. И в этой связи роль избиркомов как ветви власти, она же, безусловно, ветвь. Более того, это самая толстая ветвь, самая жирная. Скорее всего, это продолжение ствола, да? Понимаете? Вот есть пенек, а там еще свежая большая часть. Поясню почему. Потому что ни президенты, ни депутаты, ни мэры, ни пэры, ни думы городские или там областные или какие-то, без печати избиркома не могут стать таковыми. Президент не может стать президентом, пока в избиркоме комиссии не поставят печать, бумажку, что выборы прошли так, вот протокол, вот это, вот первое место это, вот из этого возникает президент и все остальные. А у нас в нашей системе и вообще во всей системе роль избирательных комиссий сведена, ну, вот, как сказать, продажная девка буржуазии, да, продажная девка представительной власти. Ну, то есть, вот они им там, их назначают. С какой стати назначает президент, с какой стати назначает дума, избирательные комиссии? Буржуазии – это абсолютно независимая вещь. Вот это и есть общественная организация. Вот это то, на чем мы будем строить народовластие. Потому что это и есть ключевое зерно, ключевая ветка, да, если хотите, власти. Потому что там печать лежит, большая королевская. И именно об этом мы будем на сегодня остановимся, да, но именно об этом, о роли избиркомов и как они должны нам помочь построить народовластие в одной отдельно взятой стране, мы поговорим в следующей лекции. Продолжение следует...